Вчера вечером на ремонтируемом судне, находящемся в плавучем доке предприятия Вакарула и Вугамикла, произошел инцидент. Во время сварочных работ на трубопроводе в трюм упал рабочий. На место происшествия срочно были отправлены пожарные спасатели. Спасательная операция была довольно сложной, продолжалась час, после чего пострадавший был передан медиком скорой помощи. Он находился в сознании. По предварительным данным рабочий получил несколько переломов, его жизнь вне опасности. Ночью пожарные спасатели Клайпинского округа отправились в Горгждай, где загорелся дом. Хозяин успел из него выбежать, а пожарным удалось спасти от огня два соседних дома. Общенациональный карантин, введенный в Литве 7 ноября на три недели, должен быть продлен. Об этом заявил министр взрывоохранения Литвы Аврелию Свирига, отметив, что у него нет сомнений в том, что карантин будет продлен. По оценке министра, говорить об уменьшении случаев инфицирования не приходится. Мы наблюдаем признаки того, что ситуация стабилизируется, но это лишь первичные признаки. Рассуждать на этом фоне о смягчении карантинного режима оснований нет, отметил он. Согласно прогнозам специалистов, пик инфекции в Литве ожидается в период с 20 по 27 ноября. 13 ноября был зафиксирован абсолютный максимум 2066 инфицированных. И это при том, что в начале октября число заразившихся коронавирусом в Литве за сутки не достигало 100. С начала вспышки заболевания в стране умерли 285 человек, выздоровели 7882 заразившихся. Всего за это время выявили около 36 тысяч инфицированных. В Клайпинской университетской больнице, наплыв пациентов с коронавирусом, ситуация становится драматичной. По словам главврача больницы Винцеса Янушуниса, сейчас на стационарном лечении 127 человек. В реанимации 18 пациентов. При этом ресурс больницы составляет 120 коек для больных коронавирусом. Поэтому, по словам Янушуниса, часть пациентов планируется перевести в Палангские санатории. Кроме того, ситуацию осложняет и высокий уровень заболеваемости, а также необходимая самоизоляция самих медиков. В Клайпиде постоянно растет недовольство жителей из-за высокого уровня загрязнений воздуха и неприятных запахов. В течение полутора лет в городе проводился мониторинг качества воздуха. По итогам исследований и самоуправлению был представлен план мер по решению этих проблем. И надзор за чистотой улиц, формирование защитных зеленых насаждений. Предусмотрены меры, направленные на уменьшение загрязнений, связанных с судоходством. Ряд предложений касается погрузочных работ в порту, которые также являются одним из основных источников загрязнений. Акцентируется необходимость дальнейшего наблюдения за состоянием окружающей среды. За последние четыре года в Литве стало меньше подростков, употребляющих алкоголь и обычные сигареты. Это выяснилось в ходе международного исследования, проведенного в школах Европы. За последние месяцы алкоголь употребляли почти треть 15-16-летних подростков. Это наполовину меньше, чем 25 лет назад, когда было проведено такое же исследование. Однако все чаще подростки предпочитают электронные сигареты. За последние четыре года таких курильщиков стало на 20% больше. Сейчас электронные сигареты курят около 65% детей, что вызывает беспокойство. Одна из исследователей, доктор социальных наук Регина Савельева, отметила, что в других странах Европы в среднем электронные сигареты менее популярны. Там их курят на 25% подростков меньше, чем в Литве. Практически неизменным остается число школьников, употребляющих нелегальные наркотики. Каждый пятый признался, что пробовал их. Исследование также показало, что все чаще ученики играют в интернете в азартные игры на деньги. Об этом сказал каждый пятый. В данном опросе приняли участие почти 2400 литовских подростков из почти 200 школ.